Добрый вечер, дорогие зрители. Всех приветствую. Сегодня у нас в гостях довольно известный и замечательный человек Хасай Алиев, который является заслуженным доктором Республики Дагестан, психологом, психотерапевтом, автором программы «Ключ». И перечислить все регалии Хасая я не смогу, но вы сможете в интернете найти все его регалии, чем он занимался. И сейчас Хасай помогает, как говорится, всему человечеству. Он в этот сложный период пандемии, коронавируса людям помогает психологически реабилитироваться. Добрый вечер, Хасай. Добрый вечер, Абдул. Добрый вечер. Как поживаете? Как ваше здоровье? Рад тебя видеть, потому что я тебя видел в интернете. Мне очень интересно с тобой поговорить. Я очень благодарен за нашу встречу. Спасибо вам огромное. Я вот после того, как увидел ваши ролики, я был действительно поражен, потому что вы предлагаете очень легкий способ решить очень сложные вопросы на самом деле. И я, будучи чеченцем, человеком, вышедшим с войны, я знаю морально-психологическое состояние практически 80% чеченского народа после всех вот этих войн. И люди нуждаются в психологической реабилитации, они находятся в каком-то вот посттравматическом, такой блокаде посттравматической. И я, например, даже не знал, что существуют вот такие вот решения, простые решения вот этого вопроса. Хасай, не смогли бы вы немножко рассказать о вашем методе «Ключ», где вы его применяли? Я знаю, что вы были во всех местах, где происходили вот эти террористические акты, вы занимались программой реабилитации. Я знаю, что вы составляли программу для космонавтов. Будьте любезны, пожалуйста, расскажите, немножко раскройте эту тему для людей, которые не знают, что это такое. А, хорошо, я расскажу. Ну, про теракты я скажу. После терактов люди бывают в таком шоковом состоянии, когда они психолога не слышат. И поэтому нужно было научиться, а потом уже я учил других психологов, нужно было научиться понять, как помочь им выйти из этого шокового стрессового состояния. Это у меня было в Кизляре после того, как Радуев там был. Это было у меня в Каспийске после двух терактов. Это было у меня, ну, во многих местах, я сейчас перечислять не буду. Я в то же самое время готовил военный персонал к подъему атомохода Курск. И готовил также вот на длительную изоляцию, вот это очень важный момент, на длительную изоляцию испытателей космической международной программы Марс-500. На чём основан этот метод? Он основан на сознательном применении тех инстинктивных действий человека, которые он и сам делает в каких-то ситуациях для того, чтобы избавиться от стресса. И выйти на состояние такого спокойного ума, ясности мысли и даже на творчество. Вот эти инстинктивные движения люди часто делают. Они сами того не подозревают, что эти движения, эти действия, повторяемые им, помогают снять стресс. Например, когда человек нервничает, он ходит туда-сюда по комнате, или качает ногой, или, допустим, постукивает пальцами. Из этого же произошли потом, на самом деле, и чёткие произошли, и всякие другие повторяемые действия. Вот, например, повторение молитвы из этого происходит. Потому что такая природа человека по устройству его. И вот я, когда показываю людям, что они делают и сами, и сами делают, но делают инстинктивно, а очень много действий, которые они делают сами, чтобы снять напряжение. Например, на морозе они трясутся. Дрожь нервная. Или там чемпион на соревнованиях перед рекордом, у него бывает нервная дрожь, называется мандраж. Спортсмены очень хорошо знают. Оказывается, если эта нервная дрожь у него возникает инстинктивно, как защитный механизм саморегуляции организма. Я просто брал потом и говорил спортсмену, хочешь избавиться от мандража? Он говорит, конечно хочу. Я говорю, это сколько готовился, а сейчас могу переволноваться и медаль не получить. Я говорю, а ты встань вот так и потрясись. Он говорит, а что я, дурак, что ли, трястись буду? Я говорю, ну ты потрясись, посмотри, что получится. Он минуту-полторы потрясся, а потом говорит, а что все так не делают? Ну это я просто рассказал одно из упражнений метода ключа. Одно из упражнений. А таких инстинктивных реакций у нас очень много. И поэтому метод ключа, он основан как раз таки на упражнениях, которые построены на этих инстинктивных реакциях. И я просто людям предлагаю на выбор, чтобы они, перебирая разные эти упражнения, подбирали каждый свое. Вот это очень важно. Каждый свое, эти повторяемые движения. Например, зикри чеченские. Вот это повторяемые действия, которые они делают, это же то же самое. Вот у меня книга одна моя. Там прямо посвящение Аль-Газали. Он один из толпов суфизма, который сказал, познание Бога начинается с познания себя. И там же посвящение Милтону Эриксену, психотерапевту, это уже западный. Который придумал эриксонианский гипноз, так называемый, где есть левитация руки. Вот есть у нас обычные движения, механические. А есть движения идиомоторные. Я представляю себе образ, что рука поднимается. И в ответ на образ рука начинает автоматически всплывать. И Милтон Эриксен это использовал для того, чтобы гипнотизировать людей. А я это использую для того, чтобы учить людей, чтобы они сами себя приводили в такое состояние, когда сами себе могут давать какие-то команды. Например, больных людей. Он вызывает у себя состояние. У меня не просто такое движение гипнотизации. У меня много разных движений. Например, представить себе человек, что руки расходятся. И они начинают расходиться. Вот человек просто раньше не знал об этом. Он не знал, что импульс, который мозг дает рукам в ответ на образ. Он вообразил себе, что они пошли. И если он не будет этому мешать, а воображать, что они идут. И если он руки положит удобно, чтобы плечи не мешали. Ну, например, как на воду. Вот так положит, расслабит немножко. И вообразит, что руки расходятся. Они начинают расходиться. Главное, этому не мешать. И они пошли, пошли, пошли. И в этот момент, оказывается, у него снимается автоматический стресс. И он выходит на состояние, когда он сидит, и так ему легко становится. Такой груз в плечи упал. Я вот так после терактов, например, вот эти повторяемые движения, как в Зикрах, да. 240 человек у меня было в Беслане. В клинике. После теракта. Я их всех собрал там. В зале, в клинике. Они все там находятся. И пожилые люди, и взрослые, и дети. И я им говорю, стойте, и просто качайтесь вот туда-сюда руками. Туда-сюда, туда-сюда, туда. И думайте, о чем думается. И самое главное, тут тонкость, я хочу тебе сказать. Она заключается в том, что если раньше все психологи учили так, думая о хорошем. А трудно же думать о хорошем, тяжелом состоянии. А я как раз начал говорить первый раз в мире. Я говорю, а ты думай, о чем думается. А не о том, что о хорошем. А ему переживается. Я говорю, переживай. Переживай сильнее. Переживай сильнее, но на фоне вот этого повторяемого движения. И когда он начал переживать на фоне повторяемого движения, он оказался в таком положении, как на руках у мамы. Потому что когда мама ребенка качает, она ему ритм подбирает. Она же не просто его качает. Вот он стал больше качать, она его чаще качает. Там есть закономерности. Вот я ученый человек. Я занимаюсь изучением, как работает мозг. Изучаю вот эти закономерности. Оказывается, чем выше напряжение у человека, тем чаще вот это движение. Поэтому я ему говорю, ты переживай, а при этом просто не болтайся. А так дети делают часто. Если ты обратил внимание, то очень многие дети сами по себе так делают. Вот так, шалтай-болтай. Это одно из упражнений ключа. И вот оказалось там во Владикавказе, в Беслане, там, значит, оказалось, что когда они стояли, 240 человек вот так просто болтались туда-сюда. Потом я им говорю, теперь сядьте. Они сели, и вдруг градом слезы пошли. То есть разгрузка пошла. И там однажды говорят, ой, как легко стало, как легко стало. Чего же сразу так не сделали? Ну, а теперь, пожалуйста, психологи, подключайтесь. Учите их то, что вы считаете нужным. Ну, там много таких приемов. И вот завтра у нас как раз-таки бесплатный ликбез будет проходить в Ютубе. Я приглашаю тебя и всех твоих знакомых. Пожалуйста, пусть туда выходят на Ютуб в 20 часов на мой канал. И там будет им данный зум. И они могут туда войти. И тоже все подобрать. Каждый подберет себе свои собственные приемы. Я ничего навязывать не буду. Я покажу разные варианты. И дам алгоритм, с помощью которого человек может каждый подобрать свой собственный прием. подходит как рубашка, точно по размеру. И потом он всю жизнь может этим пользоваться. Хотя вот один вопрос. Поскольку вот от вашего методика, да, она снимает стресс. И в одном из ваших видео я вот слышал, что вы сказали, если я правильно понял, что возможно перезагрузить мозг. Да. И еще один момент. Вот эта методика, она может помочь людям, у которых бывают панические атаки. Конечно. Конечно. Я больше скажу, я сам страдал этим. Я поэтому от этого избавился. Это первый пример. Второй пример, я тяжелый, тяжелый, тяжелый инвалид. То есть так не видно. Дело в том, что я перенес травму шеи. На гололеде упал 7 лет назад. И мне делали операцию тоже 7,5 часов под наркозом. И у меня очень тяжелая инвалидность. Я не могу ходить на улицу. Я не могу летать на самолете. Но при этом, при этом, я с помощью этих приемов могу работать, могу радоваться, могу быть счастливым. Я могу, вот, картины рисую. Я пишу книги. Я учу других людей, и врачей, и психологов, и всех, и детей маленьких. Потому что эти приемы и детям доступны. Они сами их делают, только не обращают на это внимание. Я им даю это в форме упражнения. А вот эта вот картина, вы ее нарисовали, сюжет, вы придумали как-то в голове, или это какое-то реальное место, которое вы зарисовали? Это я придумал, Абдул. Я придумал. Тут самое главное, знаешь, что очень такое вот необычная комбинация. Это я сделал елки красного цвета. Но самое главное, луна. Видишь, самое главное. Вот, и вот эти окошки. И снег идет, и в окошках так тепло, и хочется туда прийти, в комнату там сесть, чтобы тепло было. Я придумываю. У меня много картин. У меня много картин. Потому что, вот, допустим, издалека, вот, издалека, я же хорошо не вижу эту картину. Вот мне, вот, как бы, в моем мозгу сложилось, что это какая-то арабская ночь. Да, 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 это ночь. Что на фоне двух пальм. Да, да, да. Вот какая-то звездная ночь. Вот мне вот так эта вот, как бы, вот картина сложилась в голове, потому что я хорошо не вижу. Ну, а очень красиво. Очень красиво. Спасибо. Вы, наверное, имеете какое-то художественное образование, да? Нет, нет. Я как раз с помощью метода Ключ открыл себе художника. Я тебе скажу, что каждый из нас обладает невероятными талантами. И метод Ключ помогает каждому из нас открыть свои таланты. Мы просто сегодня не сможем все это рассказать. Но мы можем сделать с тобой несколько таких трансляций, где показать всем, кто хочет, как открыть свои таланты. Гениально. Значит, завтра в 8 часов по московскому времени у вас будет прямой эфир в Ютьюбе, да? В Ютьюбе, да. На моем канале. Вон простой. Хасай Алиев. Метод Ключ. Хасай Алиев. Метод Ключ. Ну, я напишу внизу ролик, а я напишу ссылку на ваш Ютьюб-канал. Хасай, так как время поздно, я не буду вас больше как бы тревожить. Огромное спасибо вам за эту беседу. И огромное спасибо вам, что вы собрали эти знания, и что вы готовы поделиться этими знаниями с людьми. Потому что люди нуждаются в вашей помощи. Огромное вам спасибо. Спасибо большое. Я хочу сказать еще в конце о том, что сейчас я очень стараюсь привлечь людей, чтобы совместно создавать науку человечности. из-за отсутствия которой, из-за отсутствия которой, вот у нас сегодня и пандемии, и все прочее, и изолирование людей, и их такое разобщение. Науки этой нету. И вот давай вместе будем создавать. И всех будем в это привлекать. Спасибо вам огромное. Спасибо большое. Спасибо. И добрый вечер. До свидания. До встречи. Завтра будем встречаться, и будет ликбез, где каждый получит приемы против стресса на всю жизнь. Потом он сможет это использовать в любой ситуации. Хоть в самолете, хоть во время бега, хоть во время языка. Окей. До свидания. До встречи. Продолжение следует...